МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, заместители генерального прокурора, руководители подразделений прокуратуры на местах, представители общественных организаций и объединений предпринимателей четырех федеральных округов востока страны. Такой выбор сделал не случайно. Важность содействия бизнесу в этих регионах страны связана прежде всего с их динамичным развитием, освоением запасов уникальных природных ресурсов, расширением сферы туризма и экономического сотрудничества с приграничными государствами. При этом надзорная практика показывает, что проблем в рассматриваемой области еще остается достаточно. Негативные влияния на условия введения бизнеса по-прежнему оказывают низкое качество нормотворчества. В большинстве случаев такие правовые акты устанавливают дополнительные административные барьеры, требуют от предпринимателей излишние документы при получении субсидий и разрешение на строительство. Только в первом полугодии 2015 года по результатам прокурорских проверок в Российской Федерации выявлено 35 тысяч подобных нарушений. Также до сих пор имеются случаи вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность юридических лиц при гражданско-правовых спорах. Ситуация с госзакупками двойственная. С одной стороны процесс становится более прозрачным, с другой обозначилась проблема неплатежей. Задолженность перед хозяйствующими субъектами, по данным прокуроров, составляет почти 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, продолжает оставаться актуальной проблема необоснованных проверок надзорных органов. На борьбу с этими проблемами генеральный прокурор сориентировал в первую очередь. Президентом России неоднократно указалось на необходимость создания предпринимателям комфортных условий для ведения бизнеса. Так, на заседании госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса 7 апреля текущего года Владимир Владимирович Путин еще раз обратил внимание, что нужны прозрачные механизмы работы с бизнесом, понятные для всех и контролируемые обществом. Предприниматель не должен жить в постоянном ожидании, что к нему нагрянут с очередной проверкой, не должен бояться, что любые его действия можно будет легко подвести под какую-то статью или под штраф. О мерах по защите прав бизнеса, предпринимаемых на федеральном уровне, рассказал в своем докладе Александр Буксман. Президент России раз за разом последовательно подчеркивает, что позитивные изменения происходят медленно, а вопрос обеспечения эффективного правоприменения приобретает особую актуальность в субъектах федерации, прежде всего на муниципальном уровне. Эти слова президента прямо направлены в адрес как прокуроров, так и уполномоченных по правам предпринимателей. И сегодня нам важно еще раз рассмотреть причины недоработок, определить резервы и пути их реализации. Среди правых нововведений можно отметить функционирование с 1 июля этого года единого реестра проверок, на страницах которого все желающие могут свободно ознакомиться с основаниями, сроками и результатами проверок. Принято решение об амнистии капиталов, о мерах, направленных на налоговое послабление, о финансовой поддержке развивающегося бизнеса. Продолжены меры по снижению административного давления и барьеров на пути предпринимателей. С 1 января следующего года вводится надзорная каникул для субъектов малого бизнеса. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов высоко оценил роль прокуратуры, отметив, что сегодня она не на словах, а на деле стоит на защите законных прав бизнесменов. Каждый день мы взаимодействуем и на федеральном уровне, и на региональном. И, конечно, все примеры не приведешь, но такие конкретные, очень действенные примеры, например, в Тюменской области предпринимателю-инвалиду-колясочнику, производителю мясных полуфабрикатов, и отказали в реализации имущественного права по выкупу арендованного помещения. Состоялся совместный выезд уполномоченного и заместителей прокурора Тюменской области. В результате стоило прокурору принять участие в деле предпринимателей все вопросы, потому что у него оказывалось еще и незаконное, по нашему мнению, давление. Все вопросы были решены. И вообще работа межведомственной рабочей группы при прокуратуре, как генеральной прокуратуре, так и эти группы при региональных прокуратурах стали настоящими инструментами в деле защиты прав предпринимателей. Сегодня подразделения по защите прав предпринимателей функционируют в составе прокуратур всех уровней, в том числе где-то требуются к процессу подключены специализированные прокуратуры, ведется взаимодействие с общественными организациями и бизнесом-будсменами в субъектах Российской Федерации. На основе состоявшегося обмена мнениями выработан ряд конкретных мер по защите интересов предпринимателей через пресечение нарушений закона и усиление межведомственного взаимодействия и координации. В конце совещания генеральный прокурор вручил государственные и ведомственные награды ряду прокурорских работников. А по завершении официальной части тон мероприятия изменился. Перед собравшимися выступил ветеран прокуратуры, преподаватель юридического университета Леонид Драбкин, вручивший Юрию Чайке, своему бывшему студенту, две новые недавно вышедшие книги. Большое спасибо. Это великое счастье вот так вот через столько лет, 40 лет мы как закончили, встречать своих учителей. Участник Великой Отечественной войны прошел фронтовыми дорогами войны. Видите, здоровый, бодрый, криминалистику нам читал, великолепные лекции были. Ну и сейчас читает, вот до сих пор. 91 год. Здоровья, Леонид Яковлевич вам. Всего самого доброго.